Итак, мы снова у нас в студии. Третья серия нашего разговора. Ну, для тех, кто там вдруг в середине включит, не поймёт, откуда начинать смотреть. И возвращаемся к тому вопросу, который я задал. Пожалуйста, ну, с Настей начнём, да? Понимаете, тут, ну, наверное, поймут те, кто уже здесь были, и, возможно, как-то отчасти поймут те, кто планирует сюда приехать или вообще впервые смотрят. Здесь действительно происходит перестройка всего. Перестройка просто, наверное, в какой-то степени, да, если можно так сказать, судьбы. То есть Давид открывает со своей командой, безусловно, открывает дороги, да? Если мы вот идём вот так, не видя ничего вокруг, да, вот у нас есть цель, там, всё, мы идём, мы работаем, мы трудимся, мы воспитываем ребёнка, всё. То есть здесь открываются дороги немножко другие. Настенька, я прошу прощения по поводу цели. Вот цель обычно ставится, и ставится какая-то очень узкая. Ну, например, вот, допустим, ребёнок не говорит, вот, всё, чтобы он только заговорил. Это моя была цель. Вот, ну, к примеру, или, скажем, вот он там не спит, вот лишь бы он вовремя засыпал. Всё остальное, как бы, вот уже уходит на второй план, и вот одна цель, и вот мы к этой цели идём, совершенно не понимая другого. Так вот, что меняется? Меняется то, что ты понимаешь, что это мелочи. Это мелочи. Есть человек маленький, да, который является личностью, у которого свой характер. Он сейчас начинает раскрываться каждый день. С этим, я же говорю, я повторюсь, я начала от него кайфовать. Я вот просто в удовольствие с ним провожу время, и я жду уже то время, когда мы вот, да, папу отправим домой, на работу, а сами будем вот заниматься с ним. Потому что сюда я немного материала взяла, но вот именно вот такими я хочу. Мне кажется, он сейчас уже готов к тому, что вот я хочу развивашками какими с ним заняться по приезду. Вот, и вот эти все моменты, я же говорю, меня раньше приводили в депрессию, в истерику. Если он не засыпает вовремя, если он не хочет есть, если он капризничает, то сейчас я даже на его какие-то вот капризы, я с улыбкой смотрю, потому что я стараюсь не забывать ваши слова, что это ребёнок, не нужно перегибать, да, то есть в меру того, как, ну, я понимаю, что он уже в принципе визуально, если не считать эту сверечь, он ничем не отличается от других детей, абсолютно. Возможно, он ещё не так контактирует с детьми, как мне хотелось бы, но не факт, что он и будет так контактировать, возможно, он просто другой. И я перестала его вот это вот цеплять, иди к детям, возьми. Кто-то душа компания, а кто-то вот… Да, кто-то просто молча, да, спокойно. Начальник, кто-то начальник. Вот, поэтому я просто отпустила, я хочу сейчас, знаете, на другом сакцентировать внимание, я хочу сейчас в ближайшее время разобраться, вот какой у него будет характер, вот какой он будет, как он будет раскрываться, его… Девушка не разбираться, формировать. Ну, да, неправильная вырослась. Человеком делать. Да, и мне хочется просто вот со стороны наблюдать, и где нужно направлять правильное русло воспитательными моментами. Здесь, наверное, момент терминологии, не характер, а способности, увлечения, вот куда… Потому что есть там технарии, есть гуманитарии, есть там творческие личности. Вот куда он пойдёт, куда он, как бы, да, потянет, и вот эти способности открывают. Да, у меня вообще такое желание, я хочу попробовать вот всё, что ему понравится больше, там мы останемся. То есть, ну, сейчас вот, по возможности, я, конечно, хочу на плавание его отдать, вот, и, возможно, в художественном школе. У нас ещё один провокационный вопрос, сейчас мы Гулю начнём мучить. Скажи мне, пожалуйста, вот три недели тому назад, когда вы собирались в Израиле, вообще такие мысли тебя посещали? Мысли посещали, но меня больше посещала неуверенность в своём ребёнке, что, ой, я что подумаю, то сейчас опять начнёт себя так вести, скажут, нет, мы с несложными случаями не работаем. Ну, просто я неоднократно это слышала, вот, то сейчас, вы знаете, мне стало вообще всё равно то, что скажет, ну, не разговаривает и не разговаривает, а говорит у меня. Я вот, это вот самое главное, что вы сделали во мне, вы вот позволили мне отпустить эту ситуацию, потому что для меня это, мне просто снилось, как он говорит, я помешана на этом была. Сейчас я отпустила ситуацию вообще, потому что чем больше ждёшь, тем дольше оттягивается процесс ожидания. А сейчас я, ну, я просто вижу, что у нас осталась одна проблема, если её можно так назвать, это отсутствие речи. Всё остальное у нас, в принципе, да, всё ушло. Гуля, ну, давай, нас передохнёт. У нас другая проблема. Проблема не в водомире, проблема в нас, в родителе. Так как у нас поздный ребёнок, мы слишком его избаловали. Я вижу, что он много чего умеет сам делать самостоятельно. Но я за него делаю, понимаете? Здесь, как бы, нам надо. Воспитывать до мира можно и нужно. Всё понимаю. Всё понимаю. Но я бегу, я за него делаю. И папа то же самое. Лишь бы не орал, лишь бы делал, не понимал, когда я ему говорила, он сам умеет делать. Пусть говорит, лишь бы не орал, что люди скажут. Он теперь стал воспитывать. Если что-то не так, он говорит, нет. Мы стали, начали воспитывать. Ну вот, то есть, опять же, да, как бы, не прояснилось, а совершенно определённая позиция – это позиция того, что вы начали с ним работать, вы начали его развивать. И с точки зрения характера формирование, и с точки зрения способности, и с точки зрения поведения, воспитания. То есть, вы вдруг увидели, что ваш ребёнок, ну, скажем, не нормальный, а здоровый, и, в принципе, вы можете с ним общаться ровно настолько, насколько позволяет его возраст. Конечно, там, ему же не 14 лет, когда он, а всё соответственно возрасту. Ну и что-то ещё добавили, да, я перебил. Ну и традиционно уже будем, как говорится, в заключении, традиционный вопрос. Мы, опять же, да, вот всё, что вы хотите, может быть, не всё, но основное, что вы хотите сказать родителям, которые нас смотрят. И всегда очень, ну, как бы так, нам не то, что неприятно, а жалко становится ситуация, когда родители, которые нуждаются вот в такой помощи, нуждаются в излечении своего ребёнка, они начинают как-то вот, ну, не то, что не доверять, боятся, тревожатся, сомнения какие-то. Вот вы всё, как говорится, весь путь прошли, каждая из вас и с мужем, и с сыном прошли вот этот вот этап от начала, да, не доверие, не понимание, паники, депрессии и так далее, до осознания того, что у вас не просто ребёнок, скажем, поправившийся и исцелённый, а что у вас вот нормальный, особенный, любимый и совершенно вот, скажем, тогда самый лучший. Ребёнок, вот осознание этого, вот что бы вы сказали тем семьям, тем родителям, которые вот только в начале вот этого состояния, то есть в начале пути к исцелению? Ну, первое, что если действительно состояние мамы, соответственно, состояние папы очень тяжёлое в плане вот именно депрессии, просто есть люди, которые на самом деле намного спокойнее всё это переносит, чем вот конкретно я перенесла. Либо притворяются. Либо притворяются, а это ещё хуже, мне кажется. Это ещё хуже, намного хуже. Вот, первое, что нужно сделать, это приехать, конечно, в центр Байердовит, потому что настолько проработать себя невозможно ни с какой литературой. То есть сколько я пыталась читать и психологии, и самоуспокаиваться, и всё остальное, нет, это нет. Нужно ехать сюда, непосредственно находиться здесь, работать с каждым из специалистов. Это первое. Второе, это то, что в любой ситуации нужно не потерять веру в своего ребёнка и не разлюбить его ни в коем случае, потому что они нуждаются в нашей любви. Второе, это однозначно нужно действовать сообща с папой, потому что нужно находить, как-то находить точки соприкосновения и создавать дома ту атмосферу, которая необходима вообще любому здоровому ребёнку для счастливого детства. Вот, и, ну, безусловно, пробовать, вот вы говорите, да, вот некоторые там боятся. Чего боятся, когда болеет ребёнок, ну, мне кажется, готов на всё, лишь бы только из этого ужаса его вытащить. Стучите во все двери. Стучите во все двери и верьте, верьте в своих детей, потому что, ну, без веры в своего ребёнка, мне кажется, не будет ничего. Голечка, что ты... Я когда только узнала, было очень-очень-очень-очень плохо. Ну, мне в своё время дали очень хороший совет. Стучать во все двери и отпустить ситуацию, но я тогда не понимала. Девушка, можно я нагло вмешаюсь? По обыду стучания во все двери, хватание соломинки утолпающего и прочее. На мой взгляд, категорически нет. Надо остановиться, успокоиться. И самое главное, стараться своими действиями не навредить ребёнку. Когда человек стучится во все двери, ориентируясь на то, что кто-то что-то сказал, к сожалению, кроме вреда, это резко что-то хорошо приносит. Но меня убеждали в том, что это неизлечимо. Самое основное, это не дело того, что может навредить ребёнку. Это могут быть различные медикаментозные средства, это могут быть аппаратные средства возбуждения практически. И люди хватают за всё, что угодно, стучатся во все двери. Но иногда, на мой взгляд, нужно прежде всего остановиться и подумать. Я много информации искала, но душа как-то не... Ну, препятствую, вот не хотела. Но как только нашла Центр БРДВИД, я впервые... Сначала вас нашла, доктор Аркадий. Неожиданно, так скажешь. Потом уже нашла Азиза, папа Ахана, и через них вышла нам доктора Давида. И мы вот начали работать. Я вижу, что мой ребёнок... Появляются результаты. Да, да. Хотя меня всё время говорили, нет, это неизлечимо, это невозможно. Раз у вас в генах даже есть, тётя моя как бы болеет, болела. Но и... Ну, пожалуйста, я всё равно. Можно ещё такое слово? Мне просто хочется сказать, да, вопреки всем врачам, что аутизм, он излечимый. Он излечимый, и это правда так, и не нужно терять надежды, потому что, если вы, мама, потеряете надежду, то кто тогда, если не вы? Аутизм излечимый. Просто ищите в гугле запросы не как вылечить аутизм, а просто вот аутизм излечимый. И вам... Здесь есть большая опасность, говоря прямо. Ты это знаешь не хуже нас, что в последнее время появилось много паразитирующих на этом и людей, которые заявляют о том, что там какая-то методика или ещё что-то, и помогло. Среди тех, кому действительно, кто показывает детей до и после с результатами, абсолютно большинство вам знакомых. Это ваши пациенты, да. Которые решили проявиться не слишком порядочно и в том числе зарабатывать на этом. С которыми мы со многим лично знакомы даже. Да, поэтому тоже... К сожалению, да. Здесь лучше ничего не делать, чем делать то, что навредит ребёнка. Да, навредить действительно может. С этим баловаться. Ну что мы точно можем сказать, что у нас это излечение. Да. А всё остальное это... Это выход здесь. И я же говорю, вот под интервью, где мы с мужем давали, одна женщина, Татьяна из Евпатории, из Крыма, написала, что приедете в Крым, пожалуйста, свяжитесь. Потому что у меня у племянников аутизм и сестра в глубокой депрессии. Ну, я пыталась в WhatsApp ей написать, но, Татьяна, я на вас не нашла в WhatsApp, и я приеду в Крым, обязательно позвоню, обязательно чем смогу, я помогу. И если кому-то нужно будет, можно оставить мой телефон, Гулин, других родителей. Мой телефон, если тебе есть, можете. Я думаю, никто не будет против уделить людям время, помочь, подсказать, потому что в своё время мне помогла Валентина, тебе помогли Лиза с Азизом. А мне Азиз. Если каждый проявит какое-то, просто уделит 2-3 минуты своего времени из жизни и поможет какому-то ребёнку действительно найти выход, то считай, что не зря ты прожил жизнь. Есть ещё один. Небольшое важное дополнение. Мы сейчас начали реализацию того, что собирались делать изначально. То есть это названо, это энциклопедия практической помощи при аутизме ДЦП, в котором мы будем публиковать эту информацию, которая действительно будет полезна, вне зависимости какой-то от контакта с нами. Это уже есть глоссарий на нашей странице МРД.Вет. Собственно, это есть наша основная тоже цель. Да, максимально будем стараться её. Всем, кто об этом нуждается, без какой-либо зависимости от того, чтобы я чуть-чуть поясню, как это будет выглядеть. Энциклопедия – это такой себе словарь, который начинается от буквы А и заканчивается буквой Я. Вы по словарю ищите слово, которое вам необходимо, по проблеме, нажимаете туда, вам высвечивается на следующей странице просто ссылки конкретно на лекции, что делать, как, пояснения какие-то. То есть это, грубо говоря, просто прожевать, даже жевать не надо, уже всё прожевано, просто проглотить эту информацию и принять это. То есть конкретные советы, как они будут выступать, начиная, грубо говоря, чтобы начать то или иное заболевание, и так далее. Массажи, семинары, массажи. Мы будем постоянно обновлять, постоянно увеличивать, расширять темы, конечно, поэтому просматривайте, кому это интересно, всё время, потому что темы будут меняться самые разные аспекты. Я думаю, через неделю уже там что-то будет на этом канале. У нас ещё есть замечательный чат. И у меня ещё один вопрос, перед тем, как мы попрощаемся, пожелаю вам, так сказать, всего хорошего на будущее, очень важный. Вот скажите мне, пожалуйста, вот сейчас, кстати, довольно часто как-то вот стали на это обращать внимание, стали делать такой акцент, что очень многие родители, семьи, бабушки, неважно, находят информацию о нас, находят, скажем, да, вот родители, которые у нас были, получают, после обращения к Богу. Вот ощутили ли вы это на себе? Я да. Ну, чуть-чуть. Я когда только узнала, я просила Всевешнего, я выдержу всё, вот пройду этот, просто покажи мне путь, покажи мне путь. И я буквально через два месяца нашла доктора Тавета. Через два месяца как узнала. А я на следующий день. Мы с мамой отстояли службу в храме. Мама отстояла, я была недолго, потому что была с Манюней. И на следующий день мне мама звонит уже вечером и говорит, слушай, доченька, я тут Валю одну посмотрела, у неё там сын Витя, ты видела, какой глубокий аутизм у мальчика был? Но я, ты не думай, я уже позвонила Давиду, я уже с ним поговорила, он сказал вечером сегодня, чтобы ты его набрала. Я вообще не понимала даже, куда я звоню, что и как, но я вот просто вот позвонила, и я не ошиблась. Это к вопросу о поисках дверей. Это первый был случай, но у меня и второй был случай, когда у меня, это первый раз меня Господь привел к Давиду, и второй раз, когда у меня по весне начались сильные откаты у Андрея, я пошла в храм, я, по-моему, говорила об этом, что на Пасху, и написала Давиду перед этим, и я только захожу в храм, и он мне звонит. И звонит, я возбросила, он мне пишет, что случилось? Ну, то есть это просто действительно знак свыше, это действительно человек, который работает руками Бога, да, вот, по отношению к нашим детям. Я почему об этом заговорил, вот вроде как мы уже начали прощаться, потому что вопрос о дверях, то есть стучите, вам откроют и так далее, на самом деле при обращении показывает путь, вот только его нужно, вот его нужно увидеть. видеть, да. Его нужно увидеть, его не нужно вот так откинуть, пропускать. Это то, что вам дается, поэтому, причем, я очень часто слышу такие вот слова, такие вот, такое состояние, когда после молитвы, после храма, причем это не имеет значения, христианский, мусульманский, православный, неважно, любое обращение, и вдруг открывается вот эта дверь, поэтому тут надо просто осознать, куда тебя, какую дверь тебе открывают, скорее всего. У нас таких много на самом деле, вот из чата, да, девочки, сколько вот видеоучетов было сделано, о том, что действительно Матроновис просто, еще какие-то другие сутки. Поэтому вот уточняем момент к вопросу о том, что не надо по всем дверям, значит, там открывать, а надо просто услышать и воспринять тот путь, который тебе дается. Наверное, мы завершим это завершающей фразой, что та дверь, в которой надо встречаться, прежде всего, а может быть и только тогда, это дверь к Богу. К Богу, да, я так же хотел сказать. Молитесь, и Господь укажет путь. Пути могут быть разные, способы реализации разные, но направление... Конечный путь... Направление должно быть одно, это обращение к Богу. Ну вот, и да, на этом действительно, как говорится, уже больше сказать нечего, поэтому, девочки, большое вам спасибо, мы очень рады, вот я говорю от имени всех специалистов, что мы вас увидели, что мы смогли вам помочь, и очень надеемся, что наши усилия окажутся не напрасны, и через какое-то время мы вот услышим, прочитаем о том, что там какой-то вот уникальный, талантливый, молодой человек по имени Дамир, уникальный, талантливый молодой человек по имени Андрей, что вот они приносят людям счастье, радость, какие-то успехи в пути, которые они выбрали, вот, и мы будем, в принципе, это, наверное, самая большая награда для нас. Это наша есть основная цель. Вот. И мы искренне желаем вам, чтобы это было, и надеемся на то, что, опять же, да, вот я тоже приглашаю, что в скором времени вы приедете к нам еще раз, но приедете не лечиться, приедете просто в гости, отдыхать, да, наслаждаться солнцем Израиля, вот мы будем очень рады вас видеть, вот, да, чтобы вы стали семьей, чтобы вы покупались, отдохнули, вот, расслабились, как мои дети говорят, мы к тебе приезжаем, чтобы продлить лето, так вот, чтобы вы приезжали, чтобы продлить лето, мы будем очень рады вас видеть, спасибо, всего вам доброго, счастливого пути, счастливой дороги, и, как говорится, до новых встреч. Спасибо, спасибо, спасибо. Продолжение следует...